Карл Йозеф Зимрак, немецкий поэт и филолог, сын музыкального издателя Николауса Зимрака. Биография Карл Йозеф Зимрак родился 28 августа 1802 года в городе Бонни, состоял на прусской государственной службе, но в 1830 за стихотворение. Ди Дрей Фарбин, в котором он приветствовал польскую революцию, был уволен, с 1850 был в Бонни профессором древнегерманской литературы, неутомимый исследователь, комментатор и реставратор германской старины. Зимрак своими превосходными стихотворными пересказами и переводами содействовал ознакомлению немцев с их национальным героическим эпосом. Так, он перевел на современный литературно-немецкий язык. Наряду с этим Зимрак самостоятельно обрабатывал материал, содержащийся в древнегерманских сказаниях. Таковы его, Хелденбуч, Эпос Гадран, Лейнс Хелденбуч и Амилун Генлиет, охватывающего сказания цикла Дитриха Бернского. Введением к последнему служит лучшее поэтическое произведение Зимрака Уилленд Держмиет. Первый появившийся в 1836 сюжет Амилун Генлиет заимствован из Вилькина саги, но расположение материала и обработка его всецело принадлежит Зимраку. Собственные стихотворения Зимрака находятся в изданных им. Рейн Сагенаус Деммант Дес Волка Сун Дютшир Дештер. Отдельно вышли его Берта, Дис Пинерин Лиджендин Джидишт и воинственно-патриотический дочек Риксли Юдер. Зимрак принадлежал к тем жизнерадостным поэтам Рейна, в произведениях которых отразилась романтическая пререйнская жизнь. Полное воспоминание о седой старине, основные черты их ясное, бодрое мировоззрение и здоровый юмор. Из других поэтических переводов Зимрака следует отметить его переводы Макбета и других драм Шекспира. Для так называемой «Дзенгелстет» Шекспира с Габ, затем «Шекспирс Джидишт» и «Фрейд Джоффс Сёдж Тегнера». На основе старинных изданий Зимрак напечатал обработку «Дойче Волксбечер» и восстановил в первоначальной редакции «Дас Паппинспи» и «Львом доктор». Кроме того, Зимрак издал «Ди Деутшен Спричвартер», «Деутшес Киндербуч», «Ди Жишиштличен», «Деутшен Саген», «Ди Деутшен Волкс Льюдер», «Дойче Эшен Шорф», «Ди Небелунген Строфеон Терьер Спрунг», «Дас Дойче Ратилбуч», «Дойче Вейнаш Льюдер», «Дойче Марчин» и «Дер». Научные труды Зимрака, «Квеллендес Шекспир» и «Навелен», «Марчин» и «Саген», «Италийниш» и «Навелен», «Хандбуч», «Дер Деутшен Металоджи», «Алддеутшес Лизбак», «Алддеутшес Лизбак» и «Нью Деутшес Прэш», «Малевишес» и «Романтишес Рейнланд», «Дер Гаттджер Хартун», «Диданк Барин», «Тотен» и «Инкурс Велик Лесенвэ», «Тилаль Юлён Спиегель» и «Дер». Долгие годы его связывала крепкая дружба с Николаусом Хокером.